Мы рады приветствовать вас сегодня на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне» среди учащихся. Ежегодно проходящие фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на протяжении уже многих лет объединяет людей всех возрастов, общей любовью к спорту и заботой о своем здоровье. 23 мая на стадионе «Центр ЗОЖ» кипела жизнь. Мальчишки и девчонки, парни и девушки собрались вместе, чтобы посоревноваться друг с другом и узнать, на что способен каждый из них. В фестивале принимают участие школьники, команд, школ Курагинского района, всего шесть команд. Для чего нужно выполнять нормы ГТО? Во-первых, для самого себя, для того, чтобы показать, насколько ты физически развит. А второе, для чего нужно сдавать? Для того, чтобы, допустим, если это выпускник, он может поступить в высшее учебное заведение, и за это ему будут какие-то дополнительные баллы. Многие ребята пришли на фестиваль с определенными целями и желаниями, и участвуют они в нем по своим причинам. В первую очередь, для самого себя будет приятно узнать, чего я стою, ну и во-вторых, для того, чтобы поступить, потому что я собираюсь поступать, ну, что-то связанное с физической культурой, потому что мне это легче что дается, наверное, по генетике. Ребята подбадривали друг друга, а тренеры давали им важные рекомендации. Каждая команда хотела показать наилучший результат. Чтобы сдать нормативы ГТО, нужно быть развитым в разных дисциплинах, уметь и быстро бегать на разных дистанциях, и обладать силой и навыками в метании мячей, и во многих других спортивных направлениях показывать хорошие показатели. С помощью нормативов ГТО каждый может оценить свою силу, ловкость, быстроту, выносливость. По результатам в командном первенстве первое место заняла Курагинская школа номер один, второе место Ильбинская школа, третье место команда Березовской школы.